Где-то я видел этого парня недавно. Около этого портрета невозможно пройти без эмоций. Молодая девушка стоит за клавесином. Молодая девушка сидит за клавесином. Продолжим осматривать шедевры национальной галереи. Интересно, сколько зрители еще с нами продолжают смотреть это видео. Субтитры подогнал «Симон» Великолепный конный портрет Чарльза I, написанный Ван Дейком. Чарльз изображен в доспехах, верхом на мускулистой буланы лошади. Справа Паш предлагает шлем. Карл предстает как героический король, философ, созерцательно осматривающий свои владения, несущий командный жезл с длинным мечом на боку и носящий медальон суверена ордена подвязки. Не могу удержаться. И не показать современный портрет Чарльза III, хотя это не относится к национальной галерее. Работа кисти Джонатана Йоа. Британский художник изобразил короля в мундире Валийской гвардии. Его величество опирается на меч, а над его правым плечом парит бабочка. На мой взгляд, работа гениальная. Впоследствии, думаю, об этом портрете Чарльза III будет много написано статей. Будет много споров. Но красный фон создает какое-то тревожное чувство. Идем дальше. Немного не по порядку получается. Дело в том, что у нас есть чуть более 2 часов на посещение галереи. Пока внуки с детьми смотрят мюзикл Король Лев. Клод Жозеф Варне. Пейзаж на закате. Воображаемая гавань, окутанная вечерним солнцем. Рыбаки спокойно занимаются деятельностью на переднем плане, пока корабль буксирует в порт. В Варне с кропотливой точностью рисует крошечные фигурки, сворачивающие паруса корабля. Маяк, видимый в дымке у входа в гавань, расположен напротив классического храма, построенного по образцу пантеона в Риме. Еще картина Варне. Спортивное состязание на Тибре. Вид сделан с западного берега реки Тибр в Риме. На заднем плане мост и замок Сент-Анджело. Спортивное состязание. Похоже на манер рыцарских боев, кто кого палкой, копьем в воду столкнет. Предположительно, что пара на переднем плане справа, художник и его жена. Габриэль, Жак де Сент-Абен. Уличное шоу в Париже, 1760 год. Орли Кин и Крис Пин сражаются на простой сцене. Это персонажи комедии, Дель Арте, популярной формы комического театра, зародившейся в Италии. Уличный театр был популярен в Париже 18 века. Деревья на этой картине образуют арку авансцены, создавая для зрителей такое же зрелище, как и само представление. Любопытно посмотреть полотна Андреа Монтенье, итальянского художника Возрождения. Это шесть из девяти монументальных полотен, известных как Триумф и Цезаре, написанных Андреа Монтенье между серединой 1480-х и 1506-ми годами. На них изображена великолепная процессия, празднующая победы римского полководца Юлия Цезаря над Галией, между 58-м годом и 50-м годом до н.э. Триумфы были приобретены английским королем Карлом I в 1629 году, когда он приобрел множество сокровищ, гонзаги. Считавшиеся жемчужиной в короне картин короля, они были повешены во дворце Хэмптон-Корт. С тех пор Триумфы редко покидают Хэмптон-Корт, но их специальная галерея сейчас находится на ремонте. Завершение запланировано на 2026 год. Шесть из девяти выставлены в Национальной галерее и предоставлены с разрешения Его Величества, короля Чарльза III. Используем этот момент, чтобы поближе посмотреть эти работы, пока они находятся в Национальной галерее. Трубачи? Трубачи возвестили о прибытии триумфальной процессии. За ними следуют люди с развивающимися флагами и транспарантами. Другие несут факелы и замысловато расписанные знамена с изображением батальных сцен. Монтеньи использует декоративные доспехи и ярко-желтую мантию, чтобы привлечь наше внимание к молодому черному солдату. Он шагает вперед, но его взгляд назад направляет наш взгляд к следующему холсту. Его властное присутствие могло указывать на широту Римской империи. Триумфальные повозки. Колоссальные статуи богов в полный рост перевозятся на богато украшенные повозки, а меньшую из них поднимает член свиты. Табличка с надписью, прославляющая военные победы Цезаря в Галии, возвышается над бюстом богини Кибелы, матери греческих олимпийских богов. Соответственно, оружие и броня складываются на дальнейшие тележки. Среди творчески устроенных и гордо украшенных осадных машин выделяется таран с резной бараньей головой. Носители трофеев. Молодой человек в яркой одежде и с алебарды идет перед телегой, тяжело нагруженной добычей, собранием трофейного оружия и доспехов. Перед ним висит щит в форме полумесяца, искусно украшенной рельефной группой мифологических фигур. Позади него несколько фигур несут на деревянных носилках драгоценные сосуды, в том числе тонкую металлическую чашу, набитую золотыми монетами. Носители ваз. Это наиболее сохранившийся из триумфов. Он продолжает движение вперед, заложенное в первых трех полотнах, и изображает группу мужчин, несущих драгоценные тарелки и вазы. За ними следуют молодые мужчины, ведущие богато украшенных жертвенных животных. Позади них группа музыкантов дует в длинные трубы, украшенные знаменами в честь Цезаря. Разрушенный древний город возвышается над крутым ландшафтом на заднем плане. Слоны. Монтеньер изобразил в этой сцене четырех великолепных африканских слонов и их наездников, умело используя линейную перспективу, чтобы создать убедительное впечатление удаляющегося пространства. Они несут корзины с фруктами и золотые канделябры. Отсылка к описанию римского историка, святония Цезаря, поднимающегося на Капитолий при свете факелов, со слоном, несущим лампы. Видна башня на далеком холме. Всю процессию освещают горящие факелы. Несущие доспехи. Процессия продолжается. И мужчины несут трофей победы, некоторые из них почти прогибаются под их тяжелым весом. Босоногий лысый мужчина приседает, чтобы положить шест на землю, его щеки краснеют от усилий. Группа фигур в правом верхнем углу наблюдают за великолепным парадом с вершины Акведука. Надеюсь, с Цезарем покончено. Много народу у картины Яна Ван Эйка портрет читы Арнольфини. Потоком идут группы с гидами, рассказывающим про эту картину. Невозможно подойти поближе. Картина является визуальным подтверждением свадьбы Арнольфини, но тут возникает вопрос, волнующий умы всех исследователей, была ли невеста беременна. Если это так, тогда свадьба была вынуждена и от этого позорной мерой. Тогда ясно, почему бракосочетание проходит в маленькой комнатке, никак не соответствующей высокому статусу Арнольфини. Но существует и другое мнение. Историки моды объясняют, что в 15 веке все наряды женщин шились в стиле а-ля немного беременная. Таким образом, женщина оправдывала себя в глазах церкви за ночной грех и демонстрировала, что она якобы вечная мать. Более того, эксперты моды, глядя на портрет, утверждают, что на наряд супруги Арнольфини ушло не менее 35 метров ткани. То есть, женщина попросту поддерживает подол платья, чтобы не наступить на него. Еще одной любопытной деталью, объясняющей традиции того времени, является левая рука, которой Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом браке левой руки. Такие союзы заключались между людьми из разных социальных кругов. Составлялся брачный контракт, по которому жена не могла претендовать на наследство мужа в случае его смерти, а только лишь на оговоренную денежную компенсацию. Этот документ выдавался женщине наутро после свадьбы, отчего такие браки стали называться морганическими или марганатическими. От немецкого слова, морген, утро. Интерьер комнаты наполнен предметами, символизирующими свадьбу. Апельсины демонстрируют не только благосостояние Арнольфини. Ведь они были экзотическим фруктам, но и олицетворяют райское блаженство. В люстре зажина только одна свеча, символ присутствия Святого Духа. Маленькая собачка – это верность, четкий знак благочестия, четко чистота. Арнольфини и его супруга изображены без обуви. Его деревянные башмаки лежат сбоку, а обувь супруги виднеется на заднем плане. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая, сказано в Ветхом Завете. Для обоих полкомнаты во время бракосочетания был святой землей. Отдельного внимания заслуживает зеркало на стене. Оно отражает фигуры главных действующих лиц и очертания еще двух человек. Их лиц не разобрать, но ясно, что это мужчина и женщина. Искусствоведы предполагают, что Ван Эйк изобразил сам себя и супругу. Косвенным подтверждением этой догадки является надпись над зеркалом. Ян Ван Эйк был здесь. Правда, в последнее время повышенный интерес к картине вызван портретом молодого человека, который очень напоминает одного политического деятеля, последних лет, в молодости. Джованни Беллини. Дож Леонардо Лоридан. Дож Лоридан провел Венецию через угрожающий период войны за дипломатическую безопасность. Портрет, написанный примерно во время его назначения, предполагает тихое достоинство, и даже неформальность, отражая сосредоточенность того периода на индивидуальном характере. Это подчеркивает нюансы властной репутации, которую он заработает, и контрастирует с более жестокими аспектами его правления. Беллини умело передает стареющую кожу и роскошные дамасские одежды. Джованни Беллини. Убийство святого мученика Петра. Доминиканский инквизитор Петр Верона и его спутник Доминика были убиты религиозными врагами. В 1252 году деревья, срубленные лесорубами, как бы кровоточат, что символически отражает насилие. Андреа Монтинья. Агония в саду. Монтинья был родом из Падуи, города на материковой части Венеции. Он был зятем Джованни Беллини. Его интерес к классической античности и исторической архитектуре можно увидеть здесь в его подробной живописи Иерусалима и в твердых скульптурных формах фигур. В отличие от пейзажей Беллини, здесь все кажется фиксированным, что позволяет нам прочитать творческую логику бога в сложных скальных образованиях и гармонично плывущих облаках. Тициан, Вакх и Ариадна. Критскую царевну Ариадну бросает на острове Накса с ее возлюбленной Тисей, корабль которого уходит за горизонт. Ее увидел Вакх, бог вина, прибывший во главе группы гуляк. Они влюбляются с первого взгляда, их глаза встречаются, когда он бессознательно бросается к ней. Тициан опирается на древние версии истории Катулла, Авидия и Филострата Старшего, располагая фигуры, как в классической рельефной резьбе. Он одновременно очень внимателен к природе, показывает летний день и точно описывает все, от невозмутимых блестящих гепардов до цветов на переднем плане. Питер Брейгель Старший. Поклонение королей. Крошечный обнаженный младенец Христос кажется уязвимым среди тяжело вооруженных людей. Он отшатывается от дара смирны, пряности, используемой для подготовки тел к погребению, предвидя в ней свою будущую смерть. Напротив, зрители, один из которых носит очки, слепы к тому, что находится перед ними. Сын Божий создал человека, чтобы искупить падшее человечество. Сандро Боттичелли. Портрет юноши. Сандро Боттичелли был одним из первых итальянских художников, отказавшихся от профильного формата портретов в пользу фронтального вида. Натурщик здесь не установлен, он носит красную шляпу, известную как беретта. Панель, похоже, была разрезана, и изначально могла включать большую часть его тела. Около этого портрета, уже давно не молодой женщины, невозможно пройти, не обратив внимания. Квентин Массиес. Старуха? Или уродливая герцогиня? Эта эффектная старуха носит дорогой и яркий наряд. В 1510-х годах ее подержанное декольте было бы скандальным, а ее монументальный головной убор старомодным и нелепым. Первоначально она была в паре со стариком. Сейчас он находится в частной коллекции, которого она пытается соблазнить, предложив ему в качестве подарка обвисший бутон розы. Знак любви. Этот вымышленный портрет – новаторское произведение сатирического искусства, олицетворяющее предполагаемое тщеславие и похоть пожилых женщин. Но, нарисовав фигуру, которая смело бросает вызов всем канонам красоты и правилам приличия, Массиес бросил вызов художественным традициям. Антверпинский художник основал свою композицию на основе произведений Леонардо де Винчи, чьи рисунки гротескных голов прославились на всю Европу. Некоторые знатоки утверждают, что эту женщину звали Маргаритой, графиней тирольской, которую ее враги называли уродливой. Также есть предположение, что женщина могла страдать от болезни Педжета, при которой лобные кости черепа увеличиваются и деформируются. Ироним Босх. Осмеянный Христос. Один из мучителей Христа возлагает ему на голову терновый венец. Другой готовится разорвать на нем одежду. Мужчина – вверху справа. Почему на его шее одет собачий ошейник с шипами? Потому что в религиозной литературе мучители Христа уподоблялись диким собакам. Подходим к чудесным картинам Рафаэля. Святая Екатерина Александрийская. Святая Екатерина опирается на колесо, на котором она должна была быть казнена, но которая чудесным образом сломалась во время ее казни. Сон рыцаря. Во сне рыцарю приходится выбирать между наслаждением и добродетелью. Женщины предлагают ему выбрать книгу и меч, или цветок. Книга и меч символизируют идеалы ученого, солдата. Цветок символизирует любовника. На полотне Рафаэля две женщины не изображены как соперницы. Вместо того, чтобы представлять видение как моральную дилемму, Рафаэль показывает добродетели наслаждения равными. По мнению Рафаэля, эти качества должен сочетать в себе идеальный рыцарь. Шествие на Голгофу. Христос несет крест по пути на Голгофу. Ему помогает Симон Кириньянин. Позади обморочную Богородицу поддерживают три святые женщины, а рядом с ней святой Иоанн Богослов заламывает руки. Эта картина была центральной панелью. Сцены, Делоу, главного яруса алтаря, выполненной Рафаэлем для церкви Санкт-Антонио, в Перудже. Проповедь святого Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель проповедует. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Рафаэль мастерски расставляет слушателей по полю, а также по глубине, показывая индивидуальную реакцию каждого слушателя. Это единственная сохранившаяся панель алтаря Ансидеи. Богородица с младенцем. Или Мадонна в розовых тонах. Юная дева наслаждается игрой со своим ребенком. Внимание Христа привлекли гвоздики. Гвоздики. Это символ божественной любви, который мать предлагает младенцу. Эта картина демонстрирует мастерство Рафаэля в модуляции света и тени, в драпировках и тонких переходах тела, а также в его деликатной обработке таких деталей, как полупрозрачная вуаль, проходящая через ухо девы и заплетенные волосы. Все собрано вместе, чтобы запечатлеть нежный момент между матерью и ребенком. Иоганн Лис, Юдив Шатри Алаферна. Юдив стала героиней, когда убила Алаферна, врага израильтян, его собственным мечом. Здесь она, оглядываясь через плечо, смотрит на его обезглавленное тело, кладя его голову в мешок, прежде чем выйти из шатра. Лис, был немцем, но работал в основном в Венеции, сделал несколько версий этой темы. Это лучшее. Артемизе Джентилески. Автопортрет в образе святой Екатерины Александрийской. Художница изображает себя в образе Екатерины Александрийской, святой 4 века, которая выжила, будучи привязанной к колесу, усыпанному железными шипами. Ее левая рука покоится на орудии пыток, а пальмовая ветвь, которую она держит, означает мученичество. Картина написана во Флоренции, где Артемизия жила между 1613 и 1620 годами. Лик святой Екатерины основан на чертах самой художницы. Она была первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции, первой художественной Академии Европы. Матья Претти. Свадьба в Кане. Брачный пир в Кане Галилейской был сценой первого чуда Христа, когда он превратил воду в вино. Иисус сидит справа, рядом со своей матерью Марией. Он велит слугам наполнить каменные кувшины водой. Эта картина Претти, отражает его восхищение творчеством Веронези. Сальватор Роза. Ведьмы за своими заклинаниями. Под покровом темноты ведьм и занимаются своими жуткими делами. Они варят зелья, и читают заклинания с участием повешенного. Ребенок в саванне, в руках загадочной фигуры. Скелет, восставший из могилы. Различные чудовища. Гротескные существа выходят из тени. Франциско де Сурбаран. Святой Франциск в медитации. Святой Франциск носит облачение капуцинов. Это ветвь францисканского ордена, особенно активной в Испании. Череп, который он держит на руках, символизирует смертность. На правой руке у него стигматы, следы ран Христа, которые он получил в конце своей жизни. Бартоломе Эстебан Мурилья. Автопортрет. Художник изображает себя на портрете, стоящем на каменном выступе. Его правая рука опирается на овальную рамку, стирая разницу между тем, что реально. И тем, что нарисовано. На выступе атрибуты его профессии художника. Замечательный Диего Веласкес. Портрет Филиппа IV Испанского. Король Филипп носит необычайно роскошный костюм, и картина, возможно, предназначена для описания конкретного случая, когда он его носил. На цепочке знак Ордена Золотого Руна. Портрет прекрасно сохранился, и является одним из немногих, подписанных художником. Еще одна картина Диего Веласкеса. Туалет Венеры или Венера Рогби. Венера лежит на кровати перед зеркалом, которое держит подмигивающий Купидон. Отражение показывает ее лицо, предполагая, что она наблюдает за зрителем, а не за собой. Обнаженная женщина очень редко встречается в испанской живописи 17 века. В 19 веке картина находилась в парке Рогби. Отсюда ее второе название. Возможно, это художник Хуан Баутиста Мартинис Дель Маза. Портрет Дона Адриана Пулида Пареха. Адриан Пулида Пареха был генерал-капитаном испанской армии в колониях Нового Света. По словам первого биографа Веласкеса, Антонио Паламино, когда Филипп IV впервые увидел этот портрет, он был убежден, что перед ним стоит реальный человек. Еще одна картина Веласкеса. Король Филипп IV охотится на кабана. Охота происходит в огороженном вольере. Отсюда и название картины – Теллориал. Охота происходит с участием многочисленных слуг. Лукас Кранах Старший. Амур, жалующийся Венере. Амур жалуется Венере, что его ужалили пчелы. Он держит в руке украденные у них соты. Латинские стихи, написанные в правом верхнем углу, подчеркивают мораль этого эпизода, отмечая, что краткое удовольствие жизни смешано с болью. Много людей любят Леонардо де Винчи. С некоторым трудом протискиваемся, чтобы посмотреть. Богоматерь в скалах. Богородица протягивает руку над младенцем Христом. При поддержке ангела Христос благословляет своего двоюродного брата, младенца Иоанна Крестителя, которого можно узнать по кресту и свитку. Скалистая местность может относиться к миру на заре времен или к пустыне, в которой жил Христос после своего бегства в Египет, или к тому и другому. В 1483 году Леонардо и двум миланским художникам было поручено позолотить и расписать алтарь для часовни, братство непорочного зачатия, в Сан-Франческо, в Милане, а также изготовить его главную панель. Финансовые споры с братством привели к тому, что первая версия композиции Леонардо сейчас находится в Лубре, в Париже. То, что мы сейчас видим, это вторая версия. Рисунок Леонардо де Винчи. Богоматерь с младенцем, святой Анной и Иоанном Крестителем. Рисунок выполнен углем и мелом на восьми склеенных листах бумаги. Из-за большого размера и формата рисунок считается эскизом к картине. Не существует ни одной картины Леонардо, основанной непосредственно на этом эскизе, хотя рисунок, возможно, был подготовкой к ныне утерянной или невыполненной картине, заказанной Людовиком XII. От Леонардо де Винчи к нам дошло немного картин. Многие из них так и не были завершены. Имеется достаточно много рисунков и эскизов. Этот рисунок является единственным сохранившимся крупномасштабным рисунком художника. Дяденька что-то конспектирует. Пьетро Лонги. Выставка носорогов в Венеции. Середина XVIII века. Экзотических животных часто выставляли в Венеции в качестве зрелища по праздникам и во время карнавалов. Микеланджело, Меризи, де Караваджо. Соломея принимает голову Иоанна Крестителя. Когда Соломея исполнила желание царя Ирода и отрубила голову Иоанну Крестителю. Она попросила принести ей эту голову. Хотя Соломею часто показывают как триумфатора этого события. Здесь она отворачивается от отрубленной головы. Эта работа была написана после того, как Караваджо был вынужден бежать из Рима за убийство человека. Еще картина Караваджо. Ужин в Эмаусе. После своего воскресения Христос отправился в Эмаус с двумя учениками. Мужчины узнали его только тогда, когда вместе обедали, и Христос благословил хлеб. Как он это сделал на тайной вечере? Хозяин гостиницы стоит за Христом. Один ученик встает со стула, а другой в изумлении широко разводит руки. Этот ученик носит раковину, эмблему паломника. Бронзина. Портрет юноши. Этого юношу, одетого в черное и держащего в руках пустой блокнот, называли скульптором Пьеррино де Винчи, художником Франческо Сальвиати или сыном Козимо Медичи, великого герцога Тосканы. Скульптура бога Вакха с сатиром за розовой занавеской может содержать ключ к разгадке неуловимой личности натурщика. Рафаэль. Портрет папы Юлия II. Юлий носил бороду с 1511 года в знак траура по поводу оккупации французами части Италии. Желуди на троне были эмблемой его семьи Делла Роверя. Почти интимное изображение Рафаэлям вспыльчивого и воинственного папы, старого и меланхоличного. Он стал образцом для папской портретной живописи, отраженным в знаменитых произведениях Тициана, Беласкеса и Бекона. Лоренцо Лота. Джованни, Агастино, Делла Тори и его сын Никольт. Агастино, выдающийся врач, сидит за своим столом и держит в руках текст древнегреческого врача Галена. На его платок села муха, напоминая нам о его смертности. Он умрет в следующем году. Фигура его сына Никола, возможно, была добавлена на более позднем этапе, превратив картину в трогательную дань уважения семье и преемственности. Ганс Гальбейн-младший, Эразм. Ученый-гуманист Эразм опирается руками на книгу с надписью «Подвиги Геркулеса Эразма Роттердамского». Это намекает на его величайшие достижения. Эразм Роттердамский – голландский философ, мыслитель, теолог, библеист и писатель, прозванный князем гуманистов. Один из крупнейших представителей Северного Возрождения. Тициан. Предположительно, это портрет Джеролама Барбарига. Джеролама, вероятный натурщик, был внуком Дожа Марка Барбарига. В 1509 году в возрасте 30 лет он получил должность магистрата венецианского правительства, ответственного за мореплавание. Его синий рукав доминирует над пространством изображения и, кажется, выступает к нам. Рембрандт. Пир Валтасара. Сюжет картины разворачивается вокруг царя Вавилона Валтасара, который после смерти отца устроил грандиозный пир. Когда гостям не стало хватать посуды, он приказал своим слугам принести ритуальные золотые кубки и другие приборы, которые вывез из Иерусалима еще на Вуходоносор, осквернив таким образом святыни. Все гости и царь увидели руку, которая старательно выводила надпись на стене. Мэне, Текел, Упарсин. Послание не смог расшифровать ни один чернокнижник, лишь только Даниилу оказалось это под силу, таинственная рука предрекла гибель Вавилона. В этот же самый день город был взят персами и медянами, а новоиспеченный царь убит. Если на картине видишь парня, утыканным множеством стрел, то это несомненно, святой Себастьян. Гэрит Ван Хондхорд. Святой Себастьян. Себастьян был римским солдатом, который был замучен за свою христианскую веру императором Деклетианом в 288 году нашей эры. Его привязали к столбу, часто изображавшемуся в виде дерева, и стреляли стрелами. Святого Себастьяна считали одним из главных защитников от чумы и символом христианской стойкости перед лицом гонений. Корнелес, ван Харлем. Проповедь Святого Иоанна Крестителя. Проповедь Святого Иоанна, в долине реки Иордан. Пейзаж во фламандском стиле, и красочные костюмы, здесь гораздо больше напоминают Северную Европу, чем Ближний Восток библейских времен. Святой Иоанн, это главная фигура, под деревьями в центре. Хендрик Тербрюген. Иаков упрекает Лавана. В книге Бытия рассказывается, что Иаков семь лет работал пастухом у Лавана, чтобы жениться на его дочери Рахеле. Однако Лаван обманул Иакова, подменив Рахель, его старшей дочерью Лии. На картине показан момент, когда Иаков осознает обман и ругает Лавана. Женщина слева, вероятно, Лия. Питер, Пауль, Рубенс. Чудесный улов рыбы. Рубенс изображает чудо, рассказанное в Евангелии от Луки. Христос велит рыбакам закинуть сети. Они изо всех сил пытаются вытащить сети, лопнувшие от рыбы, хотя прошлой ночью они ничего не поймали. Петр преклоняет колени перед Иисусом, стыдясь того, что усомнился в нем. С этого момента он становится учеником Христа. Еще одна работа Рубенса. Львиная охота. В центре испуганного всадника сбивает с лошади лев. А люди с копьями и саблями сражаются, чтобы спасти его. Под копытами лошади лежит мертвый охотник. Рубенс использовал энергичные и быстро написанные эскизы, подобные этому, для исследования альтернативных композиционных идей. Вверху справа он повторил центральную группу, в немного другой позе. Давид Теннерс, младший. Христос в терновом венце. Специализируясь на жанровых сценах из бедной жизни, Теннерс редко создавал картины, изображающие библейские или мифологические сюжеты. Картина «Коронование Христа», написанная на необычно большой медной пластине, разыгрывается в караульной комнате, с приспешниками, одетыми в современные средневековые одежды, что придает сцене беспрецедентную непосредственность. Неизвестный фламандский художник. Знатоки в комнате, увешанной картинами. Эта воображаемая идеальная галерея наполнена картинами, скульптурами и астрономическими инструментами, демонстрируя лучшее из того, что было доступно в частных коллекциях Антверпена. Среди картин работы Иохима Беккелера, Хендрика Ван Стенвика-младшего, Яна Брейгеля-старшего и Давида Теннерса-старшего. Богато одетые знатоки или ценители обсуждают содержимое комнаты. Геррит Доу. Лавка птицевода. Уроженец Лейдена, Доу популяризировал так называемые, нишевые картины, в которых интерьер виден через окно. Такие детали, как отражение в ведре, ощипанная шкура птицы и мех зайца, служат примером его совершенного стиля, который он усовершенствовал после обучения в студии Рембрандта. Это сделало Доу одним из самых успешных голландских художников 17 века. Хендрик Аверкамп. Сцена на льду, у башни. Картина является частью фламандской традиции живописи, гармонии человеческой деятельности и круговорота природы. В своей тематике художник находился под влиянием малого ледникового периода, особенно холодной зимы, 1607-1608 года. Хендрик Аверкамп. Зимняя сцена с фигуристами возле замка. Этот оживленный зимний пейзаж, полный деталей, является ранней работой Аверкампа. Он отражает необычайно холодные зимы, которые переживала Голландия в 17 веке. На льду люди всех слоев общества занимаются своими делами и развлекаются. Замок на заднем плане – это выдумка художника. Ян Стэн. Игроки в кегли, возле гостиницы. Посещение загородной гостиницы, чтобы поесть, выпить и поиграть в кегли, стало популярным развлечением для растущего городского населения Голландской республики. Стэн запечатлел беззаботное времяпровождение вдали от бремени и обязательств повседневной рабочей жизни. Адриан Ван де Вельде. Игроки в гольф на льду недалеко от Харлема. Справа мужчина готовится ударить по мячу клюшкой. Он играет в гольф, раннюю форму гольфа, в которую голландцы играли на льду. Силуэт Харлемской, Гротти Кёрк, виден на горизонте. Все действие происходит на окраине города. Еще одна картина для любителей – доказательств существования инопланетян. Паула Веронези. Поклонение королей. Лучик света освещает младенца Христа, перед которым в поклонении три короля преклоняют колени. Конюшня построена на римских руинах и символизирует победу христианства над языческим порядком. Каспар в оранжевом и синим цветах необычайно заметен. Картина была написана для стены, примыкающей к алтарю братства, посвященного святому Иосифу в церкви Сан-Сильвестра в Венеции. Мы, конечно, не осмотрели все картины. За один визит невозможно осмотреть все. Мы, переполненные приятными эмоциями, покидаем галерею. Интересно было бы узнать, понравилась ли вам эта небольшая экскурсия. Поставьте лайк, или дизлайк, пожалуйста. Также можете подписаться на этот канал, если еще не подписаны. Спасибо за внимание. Желаю удачи. Субтитры сделал DimaTorzok